ну и снова всех приветствую решила перетащить сегодня свой нож в общем то честно говоря я не собирался это видео снимать потому что уже довольно таки большое количество видео по точилке атлантский уже в интернете есть то есть можно без проблем найти довольно такие приличные видосы в конце концов я сегодня узнал что до сих пор некоторые люди пользуются компьютерными магазинами для того чтобы переустановить windows значит поэтому я подумал что в принципе кому-то возможно и понадобится это видео кому-то возможно поможет поэтому давайте вам покажу как делаю я заточку с помощью значит точильного прибора атлантский давайте начнем как обычно издалека и по порядку точильному набору уже больше пяти лет обратите внимание сколько здесь мне осталось масло честно говоря этим набором не всегда пользуюсь потому что у меня есть значит довольно таки приличное количество различных инструментов для заточки но время от времени я чтобы не потерять свой навык я значит используйте затачивающие инструменты по поочередности в принципе также ищу лански я использую для того чтобы сильно не заморачиваться с моим ножом потому что так сказать рабочий то есть здесь я не вывожу режущую кромку там до идеального состояния просто я потачиваю сегодня же я решил свою режущую кромку перетащить по другой угол значит здесь у меня сейчас угол примерно по 15 градусов с каждой стороны и этот рез вернее этот угол мне принципе не устраивает слишком уж он топорный поэтому я решил его сегодня переточить на довольно таки более менее для меня привычный угол это в 20 градусов ну и давайте сначала я вам покажу что из себя представляет моя точилка значит масло атлантский он идет в этом же наборе значит наборами я довольно таки стандартный был бы если бы не тот камень желтый я докупил буквально пару месяцев назад это ультрафайн значит а до этого моя точильная приблуда атлантский выглядела следующим образом значит три направляющих три камушка значит корс медиум и файн также еще этот зажим для значит для как бы поточнее выразиться я не знаю просто как его называют некоторые называют станок стопцина как угодно в общем то я имею ввиду вот эту вот железную штучку вот такого значит зажим они бывают разные у меня вот видите такая на как скелет сделано значит бывает они полностью литые ну в принципе смысл везде тот же с этой стороны мы видим градусы также с этой стороны да ну таким образом с помощью двух винтов в этих вот губках зажимается наша лезвие наш клиночек сейчас вам продемонстрирую как это можно сделать как или нож зажимается в этом станочке значит зажимается следующим образом отпускаем наши винты вернее не наши винты один винт вот этот вот отпустили до тех пор пока нож сюда и начнет залазить как обычно на камеру мне ничего не получается сделать довольно таки неудобно смотреть монитор камера загораживает в общем то смотрите обратите внимание что здесь губки сделаны вот следующим образом здесь есть зазор между ними допустим ножи со спусками от обуха довольно таки удобно значит зафиксировать вот именно в этом положении в этом прорезе вот заметили да есть в общем давайте закрепим наш нож ставили берем отвертку поджимаем сначала первый винт и потом поджимая второй винт есть таким вот образом нож фиксируется вот в этой вот станине значит от себя вам должен сказать что вначале я только начал использовать точилку атлантский у меня постоянно выходили подводы разные высоты значит я пытался в этом разобраться и в принципе разобрался происходило это последующей причине смотрите вот эти вот что бортики они должны быть на одной плоскости на одной линии сейчас пытаясь объяснить о чем я если одна из сторон будет выше другая ниже например если линейку поставим да допустим если будет вот так вот примерно сегодня у нас будут разные подводы здесь будет подвод выше здесь будет подвод ниже это довольно таки некрасиво смотрится всем хотят иметь довольно таки красивые подводы ровненькие поэтому обратите внимание чтобы здесь была одна высота я имею ввиду здесь и здесь чтобы они стояли ровно все принципе закрепили сейчас еще раз проверю что он немножко надежно зафиксирован так первое дело сделали проверяем прекрасно значит второй нюанс направляющим эти вот железные стержни я видал ребят которые значит подгоняют каждую направляющую под свой камень фиксируют его там и оставляют таким образом как бы собранном состоянии точилку лично для меня это неудобно я это делаю следующим образом то есть я беру одну направляющую начинайте буду сегодня с грубого камня сделал направляющую положил ее на стол она лежит довольно ровно то есть здесь внимание никаких просветов обратите внимание кончик также лежит на столе плоскость камня тоже лежит на столе все в таком положении фиксирую сильно не зажимайте по иначе произойдет следующие ну что такое что с фокусом сегодня вот видите что получилось это из-за незнания то есть когда я только получил в первый же день эту точилку я ее довольно таки сильно прижал не получил такую травму виде трещины значит имейте ввиду сильно не зажимайте после того как мы зафиксируем нашу направляющую мы видим что здесь появился зазор можно его исправить следующим образом можно это направляющим выгинать подгинать я так не делаю делаю я следующий образом это все я беру вторую направляющую в принципе они мне когда-то были помечены здесь маркером но уже все со временем слезла беру вторую фиксируем также есть зазор на камеру вы наверно не заметите его но я увижу он здесь есть плохо не подходит для видео конечно можно было это все сделать заранее буду вам показывать так как все есть это в конце концов не голливудский фильм суровая реальность вот он вот направляющие здесь сейчас у меня зазора нет вот это вот направляющие будут очистить все свои к значит это направляющие я буду да я буду вставлять каждый из камней поэтому я не буду заморачиваться с подгонкой каждой направляющей под свой камень я буду использовать только одну вот принципе все нашу направляющую зафиксировали все довольно таки ровненько кстати если ваша направляющая будет куда-нибудь отклонена от этого курса это тоже ничего страшного поверьте мне на слово ничего страшного не произойдет дальше теперь нам понадобится фломастер лучше всего маркер маркеры так сильно стирается сейчас я попробую найти секундочку пережил пол квартиры оказалось лежит на самом видном месте берем наш маркер ставим на режущую кромочку и все то есть я пометил режущую кромку там где на будет затачиваться значит также еще мне были ошибки при заточке ножей я допустим собирался точить нож на 20 градусов до бывало такое что поточу достану камушек положу что-нибудь там посмотрю как режущая кромка себя проявляя значит и по западке херяк такой значит 25 угол попадая потом смотрю господи его блин куда же точу поэтому чтобы вас таких же ошибок не было как у меня можете поставить вот здесь себе меточку 20 градусов все теперь вы не ошибетесь ну давайте будем точить господи как же пораз по расположиться это поудобнее да ребят легкое это дело затачивать на камеру честно говорю значит масло сколько использовать масло да не так уж и много достаточно на первый раз размазали пока значит видео инструкция была указана следующим образом то есть мы берем в руку нашу точилку и на весу это сидела то чем я нифига подобного точить можно вернее потачивать но чтобы переточить один угол на другой я посмотрел в интернете на ютубе вернее один способ ставить вашу станина на стол и таким вот образом точить прошлись немножко начинаю смотреть что с нас что у нас тут происходит вот все ясно где у нас будет происходить за . наверное на камеру не будет заметно по что все освещивает но видно что за . будет происходить чуть выше предыдущего угла есть люди которые достают нож переворачивают на другую сторону и опять на этом же на этой стороне точат я этим не заморачиваюсь я переворачиваю просто нож на другую сторону не извлекая его из станины пару раз прошелся опять смотрю где не будет происходить за . и вот таким вот образом на вас я определяю что меня угол вернее подводы с обеих сторон будут ровные в общем то я только что убедился что подводы будут ровные начинают оттачивать в принципе всю заточку вам не буду показывать буду показывать последовательно должен вас предупредить держите крепко так вот сегодня гулял иначе ваши подводы будет довольно таки довольно таки некрасивыми не ровно поставили на стол посильнее руками прижали до обратили внимание как только что камень попал на режущую кромку этого нельзя допускать тем более на последней стадии заточки иначе вы убьете просто вниз будет просто-напросто вмятина что смотрите аккуратнее в общем сейчас я пройдусь по одной стороне чтобы вас не заморачивать этим шумом я вам покажу что получилось то принципе и мне будет удобнее точить все давайте скоро увидимся ну вот прошло буквально несколько минут честно говоря через объектив камеры я нихрена не вижу не знаю видите ли вы но я попытаюсь вам показать значит вот здесь начиная сниматься металл сверху на режущей кромки полосочка нетронутого маркера это говорит о том что еще две стороны где плоскости не сошлись нужно продолжать дальше погнали когда начинаете подходить уже кончику если не фиксировать кончик пальцем получается следующее кончик ножа начинает гулять чтобы этого не происходило чтобы подвод оставался одинаковым на протяжении сережущей кромки я лично это делаю так я поджимали указательным пальцем здесь вот такого положения кончик никуда не гуляет точите несколько минут останавливайтесь смотрите что у вас получается если вы полностью удовлетворены тем то что у вас происходит продолжайте дальше если у вас начинают происходить совсем то что вы планировали значит ищите где проблема либо у вас нож скачет либо плохо зафиксирован либо воскрывая направляющая либо еще какие-то дефекты на камни потому что дефекты на камнях случаются довольно таки часто в принципе точилка не очень дорогая поэтому некоторые дефекты конечно же присутствуют сейчас я с вами поделюсь еще одним секретом который пришел к также камня загаданий чтобы направляющие как же он господи это все показать как же сегодня удобно отъехать назад по ходу немножко вот так то есть когда вы точите ваш нож видите вот этого часть она гуляет может быть это и неплохо лично я делаю следующим образом вставляю пальцем поджимаю следующим образом как видите все намного получается лучше чем вот это вот не знаю мне нравится когда она скачет видите как она скачет пальцем поджали не сильно чтобы у вас палец не протерло потому что честно говоря палец в принципе еще не не синий но от постоянного трения происходит нагрев ночь будет горячего вас так что аккуратней можете принципе даже смазать его с маслом я не шучу реально я даже так иногда делал ну вот и все значит направляющая на 20 градусов поджимая с этой стороны я и столом с этой стороны я поджимаю значит ногтем ну и таким вот образом мне довольно таки плотностью фиксируется мне все нравится понятно надеюсь понятно также есть еще один и он значит обратите внимание камень становится грязным это дело все во всяком случае на курсе очень легко вытирается бумажки также еще вытирается видите здесь масло со следами частицами значит снятого металла это дело все тоже нужно протирать видите сколько резища также добавляем наше масло свеженького масла добавим масло я в принципе не жалею потому что у меня есть еще одна бутылка которая намного намного побольше там грамм наверно 300 все смочили наш камушек по-новому смотрим что она здесь получается вот принципе уже за . начинает уже проявляться хотя до маркера мы еще не добрались продолжаем точить так ну в общем одну сторону грубым камнем я уже перестал обрабатывать потому что достаточно как и знаю что достаточно ну во первых мы конечно же стерли наш маркер сверху держащие кромки но это еще не показатель потому что вы могли его и стереть маслом и могли его стереть салфеткой когда вытирали значит следы заточки в общем то как проверить достаточно ли вы заточили сторону очень просто на палец если появился заусенец вы чувствуете все достаточно можно переходить на вторую сторону в общем все закончил затачивать две стороны грубым камнем давайте посмотрим через получается ну в принципе режущая кромочка такая вот и как сериатор если оставить таком состоянии на принципе очень остро сейчас но очень быстро затупиться потому что грубый камень довольно таки агрессивный режущая кромка сейчас выглядит как как сериатор буквально также еще для не уделяю внимание кончику чтобы подводы были здесь одинаковые тогда получается такой вот интересный клинушек виде треугольника ну и все сейчас я буду пожалуй переходить на средний камушек в общем теперь я вам буду объяснять почему использую одну направляющую потому что сейчас я помечу своим маркером что потом не искать ее в общем то все эти направляющие совсем разные они все сделаны под разным углом вот обратите внимание насколько камера передаст насколько я смогу вам это показать но все они гнутся буквально наверно заводе на глаз в общем то если сейчас я возьму какую-нибудь другую направляющую здесь угол будет совершенно другой и я не попаду уже в тот угол который я здесь уже сделал вот этой вот направляющей я думаю в принципе понятно да переходим на медиум опять же берем камень все за того что ничего не видно опять положили на стол подкрутили здесь никакого зазора немая все лежит на столе все прекрасно ну и продолжаем затачивать ну вот теперь будем использовать средний камушек опять же капнули масло растерли его пальцем и опять будем использовать наш маркер для чего это делать сейчас объясняю ставим наш маркер на режущую кромочку провели маркер закрыли жутко неудобно поделать на камеру но я постараюсь в общем вот здесь был маркер вот как с этой стороны сейчас я провел здесь камушками вижу что я попал именно туда куда нужно то есть маркер стерся и никаких дополнительных значит царапин здесь не получилось не получилось значит я знаю что я реально попадаю в тот угол который мы нужен ну и все начинаем точить отлично в принципе нож уже приобрел довольно таки неплохую остроту можно было постановиться но нельзя к сожалению нельзя это еще не оконченная заточка я повторю что если мы не шлифуем нашу режущую кромочку просто это заточка уйдет буквально через полчаса работы ну что ж ребята мне довольно таки неудобно просто затачивать нож и когда камера стоит у меня перед носом просто-напросто не хватает места поэтому я состанавливаю запись немножко потачу и конечно же покажу что у меня будет получаться давайте на скорых так в общем одну сторону и закончила обрабатывать и средний камушком и давайте я попробую показать насколько видна разница значит вот эта сторона заточена средним камнем ну давай фокус не подводи нас а вот эта сторона заточена грубым камнем видите какие большие риски здесь какие большие глубокие царапины вот о чем говорил что такая режущая кромка очень быстро выигрышица а вот мой черный но вот оно и есть это трение которым говорил в общем то обратите еще раз внимание средний камень уже более-менее гладкая поверхность да и и сторона которая заточена грубым камнем ну и все в принципе показывать мне вам сейчас нечего сейчас я буду продолжать точить вторую сторону и потом конечно же покажу ну дальше все вам по накатанной опять же наш нашу направляющую опять же ложи фиксируем смотрим что зазора нема кончик мезадран все продолжаем точить опять же наше масло как пару кабелек растираем опять берем маркер черт побери промазал ничего страшно маркер закрываем берем наш камушек и начинаем пробно проводить отлично маркер полностью снялся я попал наш угол маркера нету не осталось практически мы начинаем опять точить значит этот камушек очень мелкий в принципе никакого давления не оказываем на режущую кромку просто так вот елозим в принципе с предыдущими камнями я поступал так же вначале я оказывал небольшое давление на на камень чтоб немножечко побыстрее снималась наша сталь в общем то в конце заточки значит будь то камушек медиум будь то камушек корс в конце заточки я практически не давлю значит и чередую значит стороны то есть упрямляю заусенец ну думаю в принципе понятно изложил мысль если не понятно ребята пишем комментарии в принципе объясним ничего не сложного но как говорится все приходит с опытом поэтому никакое видео вам не поможет сколько бы видосов не посмотрели вам нужно взять значит нож в руки взять камни и точить еще раз точить в принципе через какое-то время вы обретете опыт и все вам станет на самом деле понятно даже возможно начнете снимать свои видео более более понятные более обучающие ну пока посмотрим надеюсь посмотрим мое видео ну что ж я пожалуй начну ну и конечно же вам потом покажу насколько будет разница от предыдущего камушка под названием медиум и какая разница будет от камушка под названием файн ну все я отключаюсь потому что мне неудобно точить перед камерой места практически не остается я либо задеваю штатив либо задеваю камеру и в принципе мне совсем неудобно смотреть то что у меня происходит ну давайте до скорых значит так все я закончил заточку на файновом камне и обратите внимание что оставляет после себя файновый камушек в принципе режущая кромка полируется но также оставляет файновый камень свои царапины поэтому у меня в наборе не просто так и появился керамический ультрафайн камушек теперь все эти вот риски которые оставил алмазный камень я сейчас выбравлю ну и конечно же вам покажу что после этого получилось ну давайте посмотрим ну в общем так отработал я одну сторону ультрафайном керамическим значит вот такие вот следы загрязнения на камушке видны ну и давайте конечно же посмотрим на режущую кромку эта сторона обработана камнем ультрафайн видите она уже принимает зеркальный такой вот блеск ну если честно вот даже видно кое-какое отражение например вот здесь эта сторона не не обрабатывалась еще ультрафайном соответственно отражение ногтя мы в режущей кромки не видим видим какое-то расплычатое пятно но это не зеркальный блеск по сравнению как здесь видно да отлично в принципе нож уже очень-очень острым на этом я не остановлюсь потому что нужно еще обработать одну сторону в конце концов им как обычно покажу ну вот и все надеюсь что все две стороны обработана ультрафайном ну и давайте посмотрим в принципе режущая кромочка уже блестит сейчас я пожалуй пройдусь еще направки совсем немножко чтобы окончательно отшлифовать варьирующую кромку которая и без этого уже довольно таки острая но чтобы придать ей более-менее долговечное использование чтоб она не так быстро у меня выкрашивалась я конечно же завершая свою заточку всегда направки значит раньше я заморачивался такими на 4 вещами как подбор пасты значит там была серая черная белая пасты гои у меня были сейчас я только использую серую пасту от диалюкса мне в принципе этого достаточно если конечно какой-то нож дорогой допустим где я хочу добиться идеального конечно результата там конечно да там я использую разные пасты разной гритности сейчас же в данном случае опять же я вам скажу что там и рабочий нож который просто работает каждый день поэтому я не уделяем слишком большое внимание потому что примерно раз в два в три дня нож конечно же правится поэтому значит буду финишировать а сегодня на серой пасте так давлю я совсем не сильно слегка прижимаем можно сказать а ну давайте еще пару раз пройдемся на пасти и проверим нашу заточку честно говорил таким образом и никогда не правлю потому что мы сейчас ты здесь камера поэтому я не могу дотянуться и сесть удобно так как нужно обычно я занимаюсь правка вот таким вот образом то есть я вожу нож на плоскость выставляю угол и с конца значит клинка я выхожу на носик вот таким вот образом иногда правлю так ну когда уже завершаю правку я начинают кончик ну что ж пожалуй можно уже считаю проверить что здесь получается нож практических ледокол просто развязает бумагу абсолютно никакого значит сопротивления бумага не оказывает довольно таки приятный рез довольно таки приятный звук некоторые умельцы даже по звуку могут определиться точно ли нож но я не знаю еще до такого уровня конечно не дорос а а а а а а а а а все ребята за . ножа на сегодня закончена в принципе острота меня довольно таки неплохо устраивает дальше заморачиваться я не буду выведением за на четыре щей кромки зеркала потому что я вам сказал уже что нож и направки значит правлю примерно раз два три дня поэтому в конце концов она приобретет зеркальный блеск в общем то уже видно да что и ищая кромочка довольно таки приятно блестит конечно в этом месте можно еще было полировать ближе к середине можно еще полировать но мне это ни к чему честно говоря вообще абсолютно мне это не интересно потому что нож рабочий этой остроты вы захватит мне за глаза в принципе ну все на этом курс значит заточки моих ножей окончен надеюсь вам было полезно может быть что-нибудь для себя вы возьмете новенького с этого видео ну все всем спасибо за внимание и пока 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 Продолжение следует...